Многоуважаемый председатель, многоуважаемые коллеги, вашему вниманию представляются результаты выполнения комбинированных оперативных вмешательств у больных осложненным, местно распространенным внутригрудным раком пищевода. Коротко об неутешительной статистике. Рак пищевода занимает 8 место в мире в структуре онкозаболеваемости, что составляет 482 тысячи новых случаев рака в год и ведет к 400 тысячам смертей ежегодно. В России рак пищевода составляет около 3% среди всех злокачественных новообразований и занимает 20 место в структуре онкозаболеваемости. Около 65% пациентов впервые обращаются за медицинской помощью с первичным местно распространенным дисменированным раком пищевода, ввиду чего одногодичная летальность больных этой категории находится на первом месте и составляет около 60%, а пятилетняя выживаемость не превышает 10%. Остаются нерешенными проблемы выборы метода лечения больных с местно распространенными формами рака пищевода с вовлечением окружающих структур. Хочется сразу определить, что мы понимаем под осложненным местно распространенным раком пищевода. Это злокачественная опухоль пищевода с распространением на соседние структуры и органы по критерии Т, с признаками распада, угрозой формирования или наличием злокачественной пищеводной фистулы, при которой проведение химио-учевой терапии противопоказано. Это опухоли, соответствующие по 7 классификации ТНМ, Т4А и Т4Б. Согласно той же классификации, все местно распространенные опухоли пищевода, даже при отсутствии поражения региональных лимфатических узлов, относятся к поздним стадиям заболевания, начиная с 3-й А стадии. Согласно рекомендациям мировым, европейским и Обществу онкологов России, все пациенты со стадии заболевания Т2-Т4 должны получать комбинированное лечение. Это химио-учевую терапию в сочетании с хирургическим методом. Однако существуют противопоказания к проведению химио-учевой терапии. Такими являются угроза формирования или наличия пищеводного свяща, кровотечение из опухоли, порастание опухоли в трахею, главные бронхи или крупные соды средостения или индивидуальная непереносимость химиопрепаратов. Таким образом, для больных с осложненным местно распространенным раком грудного отдела пищевода, с учетом наличия противопоказаний к проведению химио-учевой терапии, единственным возможным, но крайне опасным является хирургический. За 14 лет с 1998 по 2012 год в нашей клинике выполнено 309 комбинированных оперативных вмешательств, из них 291 субтотальная резекция пищевода операции типа Льюиса и 18 экстерпаций пищевода в сочетании с с резекцией непарной вены на протяжении грудного протока плевры адвентиции аорты 241 оперативное вмешательство, с резекцией перикарда диафрагмы плевры 34 операции, с резекцией легкого или пневмоноктомии 14 и экстерпацией культежелудка или гастроктомии 20. На данном снимке, на данном слайде показана интероперационная ревизия в сочетании с снимками компьютерной томографии мы видим, что опухолью инфильтрирована на протяжении непарная вена, десинальная плевра и дальше уже при визе адвентиция аорты. На снимках видны КТ-признаки распространения, то есть отсутствие жировой прослойки между адвентицией аорты и левым главным бронхом. Послеоперационные осложнения мы составили 29%, мы их разделили на хирургические и нехирургические. Они представлены ниже. Видно, что превалировали нехирургические осложнения, особенно связанные со стороны системы дыхания и органов кровообращения. Послеоперационная летальность составила 9,1%. Также ниже приведены причины смерти. По результатам окончательного морфологического стадирования опухоли выявлено, что в 22,3% случаев местный распространенный процесс был обусловлен параконкрозным воспалением, что потребовало рестадирование первичного распространения опухоли. Таким образом, истинное распространение на соседние структуры было у 240 пациентов и составило 77% от общего количества комбинированных оперативных вмешательств. Отдаленные результаты хирургического лечения больных осложненным местно распространенным раком грудного отдела пищевода остаются неудовлетворительными и не превышают 11% пятилетняя выживаемость. Мы сравнили также пятилетнюю выживаемость в зависимости от истинного распространения опухоли или за счет параконкрозного воспаления. Но если трехлетняя выживаемость еще различается в пользу параконкрозного воспаления, там 40%, то пятилетняя выживаемость практически не различается, также остается неудовлетворительной и составляет 12,14%. Однако в этой очень сложной группе больных есть пациенты, которым оправданы такие большие комбинированные операции, это пациенты, у которых отсутствует поражение лимфатических узлов Н0. В этой небольшой группе больных нам удалось достичь пятилетней выживаемости практически до 50%. Проанализировав нашу работу, мы сделали соответствующие выводы, что комбинированные операции у больных, осложненные местно распространенным раком грудного отдела пищевода, при отсутствии отдаленных метастазов и наличии противопоказаний к проведению химио-лучевой терапии, должны рассматриваться как кандидаты для выполнения комбинированных операций. Выполнение комбинированных операций при осложненных формах местно распространенного рака грудного отдела пищевода целесообразно, при условии достоверной оценки распространенности опухоли и функциональной операбельности больных. Несомненным улучшающим прогностическим фактором для больных с осложненными формами местораспределенного рака пищевода является отсутствие метастатического поражения региональных лимфатических узлов. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Огромный опыт, можно сказать, и интересные результаты. Какие вопросы Ксении Валентиновне или Клас Ладюловичу, может быть? Да, пожалуйста, Алексей Витальевич. Брянное спасибо за доклад. Впечатляет, конечно, количество операций и результаты. Меня интересует первый вопрос. Оперировали вы ли пациентов, которые поступали с пищеводно-бронхиальными, уже функционирующими с вещами, и пищеводно-бронхиальными с вещами, которые уже были на момент госпитализации, и решались ли вы на такие операции? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот второй вопрос, извините. С учетом современных технологий постановки этих стендов, оправданы ли такие операции сейчас, объемы, с учетом опыта вашего ретроспективного анализа и анализа тех больных, которым возможно было поставить стенд и провести лучевую и химиотерапию, несмотря на распространенность? Я объясню, почему. Потому что по нашему впечатлению, те больные, которых мы раньше также пытались оперировать, как вы представили доклад, к сожалению, и те, которые выживали, качество жизни и самое главное, время, сколько они жили, они все умирают. Год не выживают. Ну, по нашим данным. У вас, конечно, хорошие результаты. А эндоскопическое стентирование позволяло прожить даже больше, но качество жизни было другое, и они не подвергались агрессивной хирургической агрессии. Спасибо. Спасибо за вопрос. Про первый вопрос. Да, пациенты с функционирующими фистулами были. В основном, конечно, в большей части это очень тяжелые пациенты, и их не брали мы на операцию ввиду соматического статуса. Функциональная операбельность больных была очень низкой, потому что это в основном истощенные больные. Но у нас было таких три операции. Как раз те пациенты, которым выполнена была пневмоноктомия. Другой вариант тем пациентам, которые мы не оперировали, это стентирование. У нас-то в клинике широко используется, и мы ставим стенты. Да, от гастростом отказались. По поводу результатов. Я сказала, что общая выживаемость остается неудовлетворительной, так же, как и везде. Она составляет не более 11%. Но вот эта вот группа больных из 36 больных, 23, да, очень мало, но все-таки есть категория пациентов, проведение операции, которым оправдано. Потому что мы берем пациентов тем, которым отказали в химио-учивотерапии. Другого выбора у них нет. Либо операция, либо стенд. Но мы проводили такую большую, ретроспективную и проспективную работу в нашем центре, это является темой диссертации, поэтому я сравнивала пациентов, которых просто стентировали, которым пытались операции делать, со стандартными резекциями. И могу сказать, что пациенты после стентирования, раньше казалось, что все так очень хорошо, поставил стенд, здорово, он кушает, пошел домой. Нет никаких осложнений. Но чем больше их стали ставить, тем больше стали видеть, что, во-первых, средняя выживаемость медиан у них 3 месяца. В первые 3 месяца они в основном все погибают. Это вот такая достоверная статистика. От осложнений или от прогрессирования? Да, и от осложнений. И плюс ко всему у многих пациентов, особенно если это средний грудной отдел пищевода, возникает выраженный болевой синдром. За счет того, что стенд начинает расширяться, и каждый день все больше и больше с давлением, им тяжело дышать, и болевой синдром. Поэтому стенд не всегда хорошо. У нас так принято. Хорошо. Какие вопросы еще к Ксении Валентиновне? Вы удовлетворены, Алексей Витальевич? Удовлетворены? Ответа? Обсуждение. Да-да, хорошо, хорошо. Давайте, Ксения Валентиновна, вопрос еще. Да, пожалуйста. Ну, у меня так по поводу стентирования. Мне кажется, зачастую болевые синдромы, это скорее пациенты с давлением извне лимфоузлами, вот такие выраженные болевые синдромы. И если это первичный опухоль пищевода, как правило, осложнения наши самые частые – это свящевые ходы, например, в трахею. И все они, в принципе, могут быть исключены тем, что мы можем поставить трахеальный, бронхиальный стенд. То есть тут ситуация, когда, мне кажется, стентирование тоже так имеет место на жизнь. Нет, мы его не отрицаем. Я говорю, что мы широко используем, а гастростомы в нашей клинике там делаются уже очень давно, по крайней мере, сколько я там работаю, шесть лет, гастростомы не делаются. Но говорю о том, что стенд не всегда хорошо, не всегда показан. Да, это всегда палеотив. Какие еще вопросы? Да, пожалуйста. Оксана Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, хотелось все-таки уточнить по поводу комбинированного лечения. Поскольку у больных, у которых были фистулы между трахеей и пищеводом, их, в общем-то, не так много, а все остальные, какие являлись у них, проводилось ли им и ранее, на дювант, а дювант, и какие сейчас подходы в клинике терапии данных пациентов у вас? Поскольку прекрасные результаты, мало фистул, в общем, данные очень интересные, и как удалось? То есть, чем достигается такая высоковыживаемость? Может быть, вы после операции проводите химию им? Может быть, и какие были показания, или какие были противопоказания к проведению химиотерапии в качестве дюванта у больных, у которых не было фистул? То есть, у которых там инвазия, вы говорите, вены, непарная инвазия, например, перикарда. Почему им нельзя привести до операции химию и потом оперировать? Химию или химиоучевую терапию? Нет, нет, просто вы говорите, ну, вы объединили как-то эти два метода химиоучевую, но все-таки... Ну, потому что показана химиоучевая терапия, а не просто химия на дювантном режиме. Не-не-не, просто сейчас современные же исследования говорят о том, что вот на дювантной химиотерапии, она гораздо лучше отдаленные результаты. Я вот хотел поинтересоваться, может, вот химиоучевую не проводили, а проводили химиотерапию в качестве дюванта? Химиотерапию не проводили. Не проводили, и после операции тоже ничего не делали? После операции, ну, не очень, так сказать, химиоучевая терапия, да, это доказано, и в мире говорят о проведении имени химиоучевой терапии, а не просто химиотерапию, там, и все. Поэтому химиоучевую терапию этим пациентам не проводили ввиду больших сроков реабилитации. Мы не укладывались в сроки проведения одевантной терапии. И сейчас в настоящее время какие подходы в клинике? То есть у вас инвазия любая, Т4А, является противопоказанием к химиоучевому лечению? Нет, мы берем на оперативное лечение, рассматриваем пациентов на оперативное лечение только тем, которым было отказано в предоперационной химиоучевой терапии, у которых другого выбора нет. Либо они уходят на палеотивную симптоматическую помощь и живут не больше трех месяцев, либо они могут после комбинированных операций попробовать... Нет, просто у меня был вопрос, что у вас огромная группа пациентов, и у них же не у всех были... Почему отказывали в химиоучевом лечении перед операцией? За 14 лет 360 лет. Давайте, можно я вмешаюсь. Во-первых, это ретроспективный материал. Во-вторых, ну, извините, это только несколько последних лет, когда мы заговорили всерьез о предоперационной химиоучевой терапии. Поэтому говорите о том, что это, ну, всякая клиника, наверное, которая имеет опыт хирургического лечения, у всякой клиники есть свой ретроспективный материал, который можно анализировать с точки зрения эффективности. Вот то, что и выполнено. Сейчас тактика совсем другая. Я правильно понимаю? Да. Тактика. Поэтому, имея вот этот багаж этого материала, грех им не воспользоваться. С точки зрения оценки возможности хирургического лечения. Поэтому тут не надо говорить. Это не проспективный материал. Это и ретроспективный в том числе. И всякая клиника, мне кажется, имеет такой опыт. Поэтому, ну, не всегда мы можем провести химиоучевую терапию. Согласен. Особенно и предоперационную химиоучевую, если радиологи чаще всего отказывают. Вот если отказали радиологи, тогда вопрос о химиотерапии. А если и радиологи, и химиотерапевты, отказали, ну, тогда вопрос за хирургом, и то нужно взвешивать тогда. Вот мы собрались для того, чтобы выработать тактически хотя бы, кого стоит оперировать, даже при осложненных формах, или комбинированной резекции. Вот прозвучало вполне реальное. В зависимости, если отсутствие N в прогностическом отношении, даже T4, это хороший прогноз. Поэтому уже есть какие-то вопросы. То есть мы не просто собрались, а еще и задаем друг другу вопросы. Мне тоже приятно. Я хочу задать вопрос. Вот скажите, вы говорите, просто T4, а по длиннику опухоли вы не отслеживали, вот в зависимости от протяженности опухоли? Да, средняя протяженность опухоли у нас была 6 см. А выживаемость в зависимости от протяженности опухоли не отслеживали? Честно говоря, не считал, но теперь посчитаю. Ну просто в принципе да, потому что это старая классификация пищевода. И сейчас Николай Владимирович расскажет, мы выявили такую, и это у Сергея Юрьевича было в работе, это очень показательный критерий, потому что не всегда мы сможем оценить до операции T4 или T3, потому что при полном стенозе, например, при дисфагии третьей степени датчик эндоскопа не провести, чтобы оценить эндоскопически глубину инвазии. Но по длиннику мы уже можем прогнозировать. Поэтому спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.